Сладкую и крупную клубнику поливать нужно в вечернее время, после захода солнца два раза в неделю. Собираем правильно, отщипываем от стебля, тогда будет повторный урожай. Но главное знать, какой у вас сорт. Он должен быть ремонтантным, то есть клубника плодоносит дважды. Если такого сорта нет, ждите следующего года и высадите весной. И до и после высадки посыпьте почву древесной золой. Посыпав землю золой, мы просто предотвращаем ее от кислой реакции среды, от развития болезней, вредителей, а также от механической защиты от слизней. Если они есть на вашем участке, золо точно уж поможет побороться с ними. Как только клубника на грядке закончится, подкармливаем растения. Небольшой урок химии. В садовом магазине купите сульфат калия и нитрофокса. Разведите две столовые ложки на 10 литров воды. Полейте клубнику в вечернее время. Это нужно для того, чтобы укрепить корни. В качестве лайфхака могу посоветовать мульчирование почвы. Это нужно, во-первых, для того, чтобы почва не так интенсивно теряла влагу, чтобы предотвратить испарение. А пока клубника еще есть, приготовьте нежный десерт. Вам понадобится набухший желатин, клубника, сахар и сливки. Проварите сахар с ягодой и вмешайте взбитые сливки. Разложите по формам и отправьте в холодильник на два часа. Десерт готов. Еще больше советов смотрите сегодня в 18.00 в программе «Огород в подарок». Анна Муратова, Роман Хайрулин. Новости.